Добрый вечер, программа «На справде» в эфире телеканала Симон, меня зовут Владимир Мазур, и сегодня в течение 25 минут мы будем говорить о социальной реабилитации, адаптации людей, которые пережили опыт боевых действий, о вынужденных переселенцах и о войнах, и главное о том, как и кто в Харькове помогает этим людям. Я с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей, координатор проектов «Линии согласия» Ольга Аладдя-Чербакова, и актриса театра «Прекрасные цветы» Оксана Черкашина. Здравствуйте, Оксана. Наверняка совсем внимательные наши зрители помнят, что мы уже касались темы плейбэк театра, как формы, в которые можно расшевелить, вовлечь в какое-то общение людей, которые пережили опыт боевых действий, опыт войны, но все-таки лучше, наверное, напомнить, что это. Да, мы как раз в этой студии об этом общались еще в июне этого года, когда стартовал первый проект, в котором мы использовали современную форму, современную форму искусства, одну из современных форм театрального искусства, искусство плейбэк театр. Идея проекта заключалась в том, чтобы с такими представлениями выезжать, выходить к внутренне перемещенным лицам, именно тем, которые достаточно длительный период находились в зоне проведения АТО, подверглись воздействию фактора войны. Многие из них жили очень долго в полуподвальных помещениях, действительно выезжали из-под тяжелых обстрелов, потеряли близких. Почему именно с такой формой была идея к ним обратиться? Потому что наша организация оказывает психологическую, социальную помощь давно. И мы поняли, что конфликт затягивается, он приобретает достаточно агрессивные, разрушительные формы для личности человека. Переселенцы – категория, которая не находится на территории города, области долго. Все-таки задача им как-то находить или устраивать себя в новых условиях, двигаться дальше или возвращаться. А психологическая помощь – нужда. Прямое консультирование психологическое немножечко может напрягать людей. Не все знают, что такое психология. У нас остатки еще советского понимания. Знаете, и путают психолог, карательная психиатрия. Психиатрия, да, это настороженность. Поэтому мы стали искать такие формы. И очень интересно, что мировой опыт дает эти подсказки. Действительно, формы, именно современные формы, такие, как, ну, их условно называть, а короткие, наверное, позволяют говорить об очень тяжелых, непростых, сильно эмоциональных переживаниях, давая возможность человеку выразить все, что внутри, все, что он иногда боится рассказать. Ведь люди, которые переживают тяжелые эмоциональные состояния, они ведь не стремятся тоже об этом именно рассказывать, ну, к всеобщему загалу, потому что они не хотят травмировать близких, не хотят травмировать друзей. Есть просто детали, о которых даже не расскажут. Да, даже тяжело. Вот именно этот опыт больше, чем человеческий. А театральная форма, театр дает возможность об этом сказать как-то опосредованно. Но люди-то приедут, как это все происходит, да, вот плейбэк театр. Есть классический театр, зрители, актеры, да, актеры на сцене, зрители в зале, вот есть то, что мы называем сегодня уже трижды или четырежды плейбэк театром. Вот это что, как это все происходит? Ну, это одна из форм театрального искусства, она зародилась в Америке. Это форма, которая используется в своей основе, такие методы, как пантомима, например, да, мимика, жесты очень активно используются. То есть не всегда это какая-то прямая речь, переданная человеком. Выглядит представление, выглядело, выглядело, да, мы говорим о том, что было и куда мы движемся дальше. Выглядело представление так, как правило, собиралась группа людей, внутренне перемещенных лиц со своим опытом, приезжали актеры, рассказывалась история людьми тут же в зале, вот то, что они пережили. Это актеры рассказывали? Нет, люди рассказывали историю, одну, вторую, третью. И актеры каждую историю показывали так, как они услышали, спонтанно, без репетиции. Вот, таким образом происходит освобождение от тяжелого опыта. Я могу это увидеть со стороны, да, зритель. Мы вместе все переживаем, кто там находится, а мы приглашали на эти представления и внутренне перемещенных лиц, и представителей, принимающих громад, и чиновников, и тех, кто с ними контактирует по социальным вопросам. Возникает очень хорошая теплая атмосфера совместно пережитой тяжелой или не тяжелой эмоции. Это людей объединяло и, самое главное, освобождало от того тяжелого опыта. Это было. А теперь мы идем. Будет, да. Вот Оксана как раз представляет, не участвовала, насколько я помню, или уже участвовала. Или еще не отца. Не участвовала. Вот не страшно ли вам? Потому что, насколько я понимаю, люди будут делиться вещами, опять же, достаточно сокровенными, в какой-то степени, наверняка, даже интимными. Да, у вас, надеюсь, нет опыта боевых действий такого рода. Да, вам это предстоит как-то пропускать через себя, показывать, вот нет ли какого-то страха внутреннего, да, оказаться как минимум в неловкой ситуации. Ну, Ольга нас сразу предупредила об этом, и Ольга сразу гарантировала нам психологическую поддержку. Поэтому у нас сложилось какое-то доверие, мы несколько раз встречались, доверие на таком уровне, не знаю, наверное, человеческом. Поэтому я не могу сказать, что у нас есть такой страх. А вы видели, как это все происходило, вот вживую? Приходилось присутствие? Нет, еще не приходилось. Так. Да, то есть это такой, не знаю, эксперимент, но эксперимент, я думаю, оправданный. Мы много об этом говорили в театре. То есть такое решение не было принято вот с бухты-барахты, и мы сказали, да, это было несколько дней, даже ночей, когда мы давали друг другу возможность подумать и решить, сможем ли мы это делать, хотим ли мы. И мы пришли единогласным решением к тому, что да, аргументировал это тем, что мы занимаемся современным театром, театр прекрасной цветы. Современный театр говорит о современном, о современности. Самая, мне кажется, важная болезненная тема современности – это война, воины АТО и переселенцы. Поэтому, если нам выпала возможность говорить об этом языком театра, мы от этого не могли никак убежать. Даже нам было страшно, мы немножко, может, в себя не верили, но от такого предложения мы не могли убежать. Вот. И такое еще наше маленькое убеждение, что современный театр сегодня, если говорить об Украине, но если рассказать о войне, попытаться рассказать, нельзя никак по-другому, кроме средствами документального театра, потому что все остальное будет некой неправдой, некой эстетизацией. Да, я об этом как раз и хотел. Вот нет ли, не боитесь ли, опять же, потому что есть классика советского театра, я помню, в школе нас в ТЮЗ водили, показывали «Азорь и здесь тихие». Понятно, что там вот та война, которую показывали там тогда, вообще к реалиям войны, наверное, вряд ли там имеют какого-то отношения. Мы сейчас в совершенно другом мире живем, и язык театра, наверное, совершенно другой. Вот нет ли, есть ли вообще, собственно говоря, те инструменты, с которыми можно работать и передать вот то, что происходит на самом деле, вы говорите о документальном театре. Ну, так как я думаю, так как я вижу, есть некий фильтр, который будет сниматься за счет того, что в зале в первую очередь будут присутствовать не зрители, обычные люди, а зрители, которые были травмированы опытом войны. И мне кажется, поскольку этот фильтр будет снят, у нас не будет возможности врать или как-то более эстетизировать реальность, чем настолько, насколько это нужно будет для проекта и для того, чтобы говорить о действительно каких-то важных вещах. Я продолжу. Оксану, которая очень верно подметила очень важные моменты. И почему мы обратились именно к этому театру, продолжении нашим, потому что театр все-таки профессиональный, и актеры обладают определенным инструментарием, очень широким форм и методом, которыми они владеют и которыми они могут передать очень непростые истории. Потому что, вот вы верно заметили, задавая вопрос, истории будут очень непростые, и какой-то классической театральной формой отразить это иногда значит, возможно, усилить болезненные переживания. У нас задача несколько иная – освободить участников, увидеть возможность даже в самых ужасных пережитых историях, возможно, какой-то даже ресурс, какой-то урок. И именно современные формы, здесь вот Оксана, может, мне больше даже поможет, такие, как идея пантомима, перформанс, они как раз позволяют говорить об очень болезненных вещах, они как посредник выступают, они несколько смягчают, они не теряют, они, вернее, передают всю документальность, да, истории человека, но при этом они не увеличивают болезненность, ну, или то, что говорится психологически, языков не ретравматизируют. Документальность – это не имеется в виду опора на какие-то архивные там или, не знаю, как-то официальные документы. Да, если я правильно услышала, о чем говорит Ольга, дело в том, что наш театр работает в очень довольно высоком уровне абстрактности. Говоря о какой-то проблеме, мы не говорим о ней напрямую, мы говорим о ней абстрактно. И абстрактно – это значит, используя ресурс нашей фантазии, воображения, ну, всего чего угодно. И в данном контексте, думаю, в данном проекте это подходит больше всего, потому что мы не пользуемся методами реалистичного театра, вот вы говорите, классический театр, ну, то есть, значит, реалистический. То есть мы не выходим на сцену и не говорим напрямую языком, вот так-то и так-то, такие-таки проблемы, вот давайте вместе это переживем. Мы выходим на сцену, и при помощи своего тела, языка тела, пантомимы, танца, пластики, иногда слова, иногда голоса, всего чего угодно. Такое действие multiple, ну, много медийное, много всего. И за счет того, что этот уровень абстрактности поднимается, то он апеллирует, может быть, не сразу в самой болезненной точке людей, а к его воображению, фантазии и определенно каким-то образом начинают происходить процессы. Если я вас правильно понимаю. А каким образом, вот я, да, я понимаю, я, к слову, ни в коем случае не хотел выразить какие-то сомнения в профессиональной филе. Все харьковчане прекрасно знают, что такое театр, прекрасные цветы, самое, что ни на есть, с хорошей стороны. Вопрос просто в том, что действительно все обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся, они для нас всех новые, и, видимо, в какой-то степени это касается и театрального искусства, которое, да, вот, есть вызов определенный, да, есть вот такая война, о которой пока непонятно даже, каким образом, какими формами говорить классический театр, понятно, что уже, наверное, не подходит. Я хотел спросить, все-таки, каким образом получается так, что человек, переживая заново, то, что он уже пережил, то, что он, возможно, уже где-то там запрятал и хотел забыть, да, и отчасти забыл, вы поднимаете это, да, вы как-то это все переосмысливаете, для чего, да, как он, как достигнут, вы говорите, что вы не ретравмируете, а зачем же, собственно говоря, мне кажется, что наоборот, это, ну, вот, если человек вспоминает о вещах ему неприятных, он переживает их заново, это новый шок и новая травма. Ну, вот в ваших словах очень как раз прозвучало такое симптоматичное слово, если он это затолкал, и как-то, да, как бы за... Ну, похоронил, фактически, да. Вот хоронить и заталкивать, это как раз сигнал о том, что это, скорее всего, происходит усилием воли, да, я выключаю, как бы, не хочу об этом помнить, это, как правило, усилием воли, но человек гораздо более многомерное, объемное существо, эмоциональное, чувственное, и невозможно подавлять, да, свои эмоции и чувства безнаказанно долго. Вот подавление всегда произойдет момент, когда это подавленное, да, ну, представим, это как пружина взорвется, потому что самым таким, наверное, единственным правильным выводом это есть, как бы, анализ этого опыта, саморефлексия по поводу вот этого тяжелого опыта войны, и самый главный результат этого встроить этот опыт в мою жизнь, вот в сегодняшнюю, в такую, в какую я вернулся. У вас полсоти, почти полсотни выступлений преимущественно перед переселенцами, а сейчас вы обращаетесь к воинам, а то к ветеранам. Это, наверное, совершенно другой случай, другие люди, да, это крепкие, суровые мужчины, в общем-то, по большому счету, еще более замкнутая традиционно для нашей культуры, чем обычные, да, вот гражданские лица. Откуда идея, да. Откуда идея, и насколько эффективно будет вот такой способ для таких... Ну, уверенности нам придает то, что во время реализации вот предыдущего проекта у нас были смешанные группы, и у нас на некоторых представлениях присутствовали в том числе и военнослужащие. Есть разница в реакции между переселенцами и военнослужащими? Ну, вы знаете, конечно же, с точки зрения выполнения функций на этой войне, солдат есть солдат, мирное население, это мирное население. Но при этом, вот что объединяет, мы все люди, и они все люди. И ужас войны, он одинаково, да, как бы ужасен. Какую бы функцию ты на войне не выполнял, твоя человеческая часть воспринимает это действительно как нечеловеческий опыт, травматичный опыт. И поэтому желание рассказать и поделиться о том, что я там пережил, оно возникает и в наших соборах. Им важно, им как раз важно донести некую правду, свою, субъективную, правд же много. И вот в этом и есть момент исцеления, освобождения. Я не подавляю то, что я видел, то, что я узнал. Я делюсь этим в безопасной среде, да, на представление. Вот, и уверенность того, что это будет происходить, как раз вот то, что я сказала, предыдущий опыт, где были участники АТО, и они сказали, нам это надо. Ваш проект открыт полностью. Я имею в виду, стоит ли, будет ли это полезно, будет ли это необходимо простым, харьковчанам, которые не были, к счастью своему, ни переселенцами, ни жертвами боевых действий, ни воинами АТО, возможно, да, вот обычные мирные граждане, для них насколько это будет полезно и интересно. Ну, мое глубокое убеждение, что, конечно же, присутствие, да, просто представителей, которые, ну, города, которые не были там, это важно. Знаете, почему? Потому что есть в теории травмы очень важный постулат. Любое травматичное событие общественного масштаба, исторического масштаба в масштабах страны, оно легче и быстрее переживается тогда, когда общество объединяется вокруг этого события с точки зрения разделить с теми, кто там был, вот их опыт, тогда те, кто пережили нечто ужасное, закрыли нас. По сути, эти ребята закрыли нас от ужасов войны. Они взяли на себя функцию стоять между нами и смертью. И если они почувствуют, да, поддержку, которая выразится в том, что придут просто харьковчане и увидят, и услышат, и будут сопереживать этим историям, это будет людей сближать. Важно, чтобы наши ветераны меньше и меньше ощущали вот эту свою изолированность, вот эту свою какую-то исключенность в силу того, что у них есть тяжелый опыт, о котором они и хотят говорить, и не могут одновременно. Это замыкает еще больше, там, в принципе, насколько я понимаю, такая реакция уже получается. Мы можем уже говорить о каком-то практической составляющей вашего проекта, вот новая стадия, вы говорите уже о бойцах АТО, что, где и когда, да, вот как, где это будет происходить? На данном этапе есть, ну, как бы, достаточно определенные принципиальные вещи, но проект еще не стартовал, на стадии заключения, как бы, последних таких формальных вещей идет процесс. То, что это будет в Харькове, в Харьковской области, это понятно. То, что, ну, примерно 50 на 50 таких представлений пройдет в самом городе и в области, потому что у нас 4600 примерно вернувшихся в нашу область участников АТО на сегодня инвалидов войны. Это будет 6 представлений, то есть примерно это будет происходить раз в месяц. И, конечно, это не открытые представления, они не закрыты, но они не открыты так, что приходите. Все, да, мы будем формировать какую-то среду и, конечно же, в первую очередь обращаться к общественным организациям, участников АТО, которые на сегодня есть и в Харькове, и в области. Предварительно мы уже с ними вступили в переговоры, есть очень высокий интерес к таким вот, ну, к этим представлениям, к этим встречам. Надеемся, что, возможно, уже в декабре будет первое мероприятие. А что вы говорите вот о месте, да, вы будете искать, то есть имеется в виду, нужно какое-то, не знаю, особое атмосферное место какое-то или что-то принципиально важное? Нет, нет, я имела в виду, что это не публичный театр, где, да, можно попасть, просто это будет заранее формироваться группа с участниками, предварительно даже будет проходить такая встреча, где мы будем объяснять, зачем мы их приглашаем с участниками, это с участниками АТО и с теми представителями общин. Для вас это чистая импровизация, получается, да, то есть вот история, которая будет. Ну, вот на таком мероприятии обязательно будет присутствовать представитель коллектива, который будет чувствовать атмосферу, и отсюда будет рождаться идея, то ли это будет стопроцентная импровизация на представлении, как у нас уже есть опыт, и ребята умеют это делать, либо, возможно, это будет, если какая-то тема волнующая всех, всех, кто собирается прийти, возможно, это будут тематические какие-то заготовки. Но вы не задаете тему, да, я понимаю, так что все равно есть беседа, есть выявление. Тему задают люди, с которыми мы работаем, не мы, не Ольга, а вот люди, которые участвуют в проекте. Ну, как это, а давайте изобразим уже что-то, да? Да, это так и выглядит. А давайте я расскажу о своем опыте, и задача актеров, услышав этот опыт, показать здесь, сейчас, так, как они это услышали. Ну, не всегда, наверное, и не любой опыт, ведь театр, это драматическая ситуация, я понимаю, что война это тоже драматическая ситуация, это глобальный там комплекс драматических ситуаций, но, наверное, не все содержат себя, ну, вот, классическое определение драматического конфликта, там, не знаю, с развитием его, с разрешением, там, просто эпизод, вот, вы играете эпизод, и все, да, для вас это тоже интересно. Да, я сейчас объясню, человек расскажет тот эпизод, который для него актуален и важен, который он, ну, не может забыть, который ему важно, возможно, увидеть еще раз. И поэтому не важно, что война, на войне он был год, возможно, из этого года его волнует вот это, когда первый раз встретился или услышал, что такое град, когда, возможно, оказал кому-то помощь, когда, наоборот, потерял друга. Ведь мы все мыслим историями, когда вы приходите в гости, да, вы тоже говорите, я вчера, ну, такая история случилась. Всплывают они откуда-то совершенно. То есть весь наш опыт, да, это истории. Вот эти короткие истории так и будут. Я вообще хотела добавить, только сейчас поняла, что это сама природа театра, вот это повторение, и причем, ну, мы знаем, да, в классическом театре есть какой-то текст, какой-то сюжет, который постоянно повторяется. И, ну, сам пафос театра, мне кажется, в том, что почему это делает актер? Он повторяет именно тот эпизод, который он не может не повторять. То есть вдруг в его жизни, вот именно актера пока что, еще не человека, происходит что-то такое, что он потом всегда на сцене повторяет. Это, по-моему, вообще не тшанская теория, что он не может не повторить. И вот мне кажется, вот то, что придумала Ольга и вот вместе с командой, это об этом же, о том, что у людей есть какой-то опыт, который они никак не могут реализовать, и мы можем его повторять при помощи театра. Но он ни в коем случае не будет для них травмоопасным, иначе бы весь театр, пришлось бы признать, ну, всю историю театра травмоопасной. Отчасти она таковой и является, насколько я понимаю, артист театра, это не самая такая вот с точки зрения психологической безопасная уж совсем профессия. Здесь можно успокоить всех наших участников, действительно в проекте будут психологи и фасилитаторы. Их задача отслеживать состояние всех участников, в том числе актеров, да, то есть как бы разбирать возникающие ситуации, снимать психологическое напряжение. Поэтому это у нас было в первом проекте, это будет обязательно в этом. Мне кажется, очень интересно то, что затея, наверняка это очень полезно для всех участников, и для воинов это будет, и для психологов, и для артистов. Вот единственное, что все-таки, когда вы говорили о том, что у нас нет традиции обращаться к психологам, вот это еще более, мне кажется, такой радикальный и необычный метод, да, человек, который осознает, что у него есть какие-то проблемы, связанные с воспоминаниями, с пережитым опытом и так далее. Вот решиться на такое, наверное, на участие в таком проекте будет непросто. Мне кажется, вы знаете, ну опять, опыт первого подсказывает наоборот, потому что искусство, опять-таки, повторюсь, посредник, да. Во-вторых, травматичный опыт не весь ведет к проблемам. Есть некое эмоциональное напряжение, но это не есть еще психологическая проблема. И большинству, кстати, из ребят, возвращающихся оттуда, не всегда нужен психотерапевт или психолог. Есть некий тяжелый опыт, который важно переработать, но это не обязательно связано с проблемой, то есть с болезнью. Поэтому, наоборот, мы считаем, здоровая часть как раз и будет вести на такие представления, с помощью которых и повысится их адаптация уже в общество мирное. Ольга, Оксана, спасибо вам большое, что сегодня были гостьями нашей студии. Я понимаю, что это сложно объяснить, наверное, это будет куда интереснее наблюдать уже, когда проект войдет в практическую фазу, когда уже пойдут представления. Я думаю, что мы с удовольствием будем следить за этим, встретимся уже по итогам вашего очередного этапа, вашего проекта. А пока что спасибо еще раз, что были сегодня гостями нашей студии. Спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин